Николай Синица официально приступил к выполнению своих обязанностей председателя правления Одесского припортового завода. На представлении трудовому коллективу он делает акценты на социальном обеспечении рабочих, а также на безопасности условий труда. Ваша работа должна быть адекватно оценена. Вы должны работать в современных условиях и получать гидное социальное обеспечение. Еще самое главное – это вопрос безопасности работы на производстве должна быть на высшем уровне. Я головой отвечаю за жизнь и здоровье каждого из вас. О первых шагах нового руководителя говорить еще рано. Николай Синица не успел предметно ознакомиться как с финансовым положением предприятия, так и с техническим состоянием производственных мощностей. Правда, первые впечатления достаточно позитивные. Я имел доступ только к публичным документам. Я не видел ни финансового стану внутреннего, ни результатов аудитов, технического стану, технического аудита, так и так далее. То есть это было только в целом. Как на мой взгляд, снова поверхностный, что технический стан завода очень-очень хороший. Сейчас предприятие продолжает работать по давальческой схеме. То есть перерабатывает то сырье, которое ОПЗ дает частная компания. Вскоре старый контракт заканчивается и предприятие будет искать нового поставщика. Раз завод работает, то он, естественно, действует. Сегодня он действует, да. Ага, и зараз вы шукаете все одно нового поставщика? Ну, естественно, объявлен конкурс. А старый выявляет желание дальше работать, или пока еще не ясно? Мы надеемся, что будет конкурс и будут реальные участники, которые смогут обеспечить нам работу. Чтобы завод мог самостоятельно зарабатывать, необходима реструктуризация долгов. Летом прошлого года суд обязал завод выплатить нафтогазу более 2 миллиардов гривен. Этим вопросом также займется новый руководитель. Глобально же судьба завода будет решена на торгах. ОПЗ вновь готовят к приватизации. По законодавству ОПЗ объектом великой приватизации. И стартовую цену приватизации, к аукциону по продажу пакета контрольных акций, рекомендует радник. Наразі вона еще не визначена, радник не запропонував такой цены. И в процессе подготовки предприятия для приватизации вона может варьеваться. Если мы реструктуруемо борьбы, цена будет одна. Если борьбы остаются такими, как есть, цена будет другая. Последний раз ОПЗ пытались продать в 2016 году. Тогда на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. Сейчас фонде Косимущества настроены более оптимистично. Соответствующий аукцион планируют провести до конца года. Константин Гречан и Константин Нищерет, телеканал Репортер.